Друзья, всем привет! Сегодня со мной в студии снова Кирилл Бобровский. Ты опять отпустил бороду? Да, я немножко меняюсь. И сегодня мы снова поговорим про новинки от Кирилла. Новинки интересные, как видите, их много, так что присаживайтесь поудобнее, скучно сегодня точно не будет. Ну что, Кирюх, рассказывай, что привез. Ну, слушай, у нас, соответственно, как обычно, мы к осеннему клинку, как говорят, цыплят считают по осени, мы всегда стараемся, то есть если новинки есть какие-то, то мы стараемся их подтянуть именно к осеннему клинку. И вот, ну, каким-то чудом опять мы успели это сделать, и на клинке мы показали наши новые модели, две новые модели. И, ну, как полагается обычно, если у нас есть модели в продаже, значит, они должны быть и врезать рук. Поэтому мы с удовольствием привезли вам, представляем, показываем и рассказываем. Ну, давай начнем тогда, наверное, с первой. Что тебе больше нравится? Мне... Тебе больше понравился, по-моему, хулиган, да? Ну, хулиган мне зашел как-то побольше, да. Ну, смотри, здесь история была очень простая. Почему две модели, то есть обычно это одна модель, но вот сегодня получилось две модели. Ну, этой осенью получилось две модели. И, знаешь, вот, ну, просто по моему, как бы, мнению, просто у нас одна модель, она такая больше ретроспективная. Это модель лапушка. Это, ну, фактически, там, какая-то классическая финночка, которая нас относит в прошлое. И в пику ей есть другая модель, которая называется хулиган, которая нас относит немножечко в будущее. С точки зрения хулигана, который тебе очень понравился, да, вот наша новая модель, это наша попытка попробовать поиграть с формой боуи. Были и запросы, но было и мне тоже интересно. Это тема относительно непонятная для меня. Причем, что интересно, если вдаваться в историю обоих этих ножей, и тот, и другой являлся оружием в свое время. То есть это было, значит, это было оружие, там, каких-то низших слоев населения в зарождающихся Соединенных Штатах Америки, а это было оружие в руках финнов, которые боролись за независимость от шведов. То есть шведы им запрещали иметь какую-либо гарду на холодном оружии, и они придумали вот этот вот, как это называется-то, грибочек, да, с тем, чтобы это колющее движение, колючий удар был максимально эффективным. И вот сегодня, по прошествии, там, сколько, 100, 200, 300, там, 500 лет, мы видим, что вот эти формы, они очень востребованы в туризме, в каких-то обыденных задачах. И вот поэтому две модели. То есть одна нас относит немножечко назад, а другая относит нас немножечко вперед. Как Саша Бушкрафт четко заметил, что я сейчас стал снова охотником, я завелся леговую собаку, и вот у нас в этом году был первый сезон, первый охотничий сезон с ней, серьезный, большой. И понимаешь, что это охота, которая происходит, там, июль, август, сентябрь, это жара, ты, ну, вот по этим полям, как бы, лазишь, и любой лишний грамм, который на тебе находится, он накладывает очень серьезный отпечаток на твои, как бы, вот, мироощущения вечером. То есть, и прям вот необходима была, вот прям потребность была в каком-то легком ноже. Ноже, ну, в моем понимании, правильно это делать фуллтангом, и он при этом должен быть максимально легким, небольшим, и такие вспомогательные функции большей частью выполняют. Вот они так, две модели эти родились. Какая из них лучше, ну, выбирать уже каждому. Ну, в общем, они плюс-минус в одних и тех же габаритах, плюс-минус, как концепция, тоже понятная. Финка, Кирилл, Финка и ты. Ну, не, ну, а как же, ну, это же, это же туристический нож. Посмотри, здесь была задача, какая сделать. То есть, на самом деле, эта Финка-то, она все равно относит нас к, ну, каким-то охотничьим историям. Вот сама геометрия, вот, клинка ножа, форма ручки, это в основном рез на себя, и вот этот задранный кончик, он, ну, максимально удлиняет режущую кромку. Я приехал, уже, так сказать, окончание сезона было, и мы приехали с маршалом из, там, Тамбовской, Липецкой области, и мы там охотились на перепелов. Это вот такие вот воробушки маленькие. И там очень интересно, что у него очень много подкожного жира, вот, знаешь, вкусно это все пожарить, но он находится весь под шкуркой. Так вот эти оба ножа, они позволяют, представляешь, снимать шкурку с этого перепела, и при этом не трогать подкожный жир, оставлять. Настолько они тоненько сведены, и настолько они вот подходят под эти задачи. То есть, разделка какой-то небольшой дичи. И вообще, знаешь, я последнее время, ну, видимо, чуть больше стал с охотниками общаться, и я опалдел, насколько много людей, оказывается, занимаются охотой. То есть, это прям тысячи, это десятки, это миллионы, как бы, ну, в рамках страны. Это люди, которые там один-два раза в год выезжают на либо зверовую охоту, либо которые постоянно огромное количество лягошадников у нас, оказывается, вот, кто охотится с собаками. И вопросы подобных ножей, они стоят. То есть, ножи прям вот востребованы. Соответственно, что касается финночки, то здесь, видишь, как мы обыграли, ну, ключевыми особенностями является чуть-чуть задранный кончик. Он, ну, слушай, я в это не верю, я в это не верю, но говорят, что в какие-то там давние времена финны вот этим кончиком снимали котелок с костра. Ну, одна из функций, не знаю, правда это или нет, но в нашем случае это удлинение режущей кромки с тем, чтобы при ошкуривании, там, добычи какой-то, вот, у тебя работала максимально большая, максимальная длина режущей кромки. Здесь реализовано, собственно, то, ради чего сделан этот нож. Вот реализованы два вот этих упорчика. Это, естественно, никакие не упоры, это просто вот сигнализаторы того места, где заканчивается ручка. Я вот этого, мне лично, это очень не хватало в финских ножах всегда, вот, с тем, чтобы просто контролировать сначала, там, режущей кромки и конец ручки. То есть это сделано... Покажу крупно, да, о чем ты говоришь, вот, сверху в районе обуха, да, и вот... Да, они симметричны, они очень небольшие, мы их стараемся делать все-таки максимально гладенькими, хотя острой формы мне нравятся. Ну, интересная форма ручки, она вот тоже относит нас к американским охотничьим ножам с узкой передней частью, с тем, что... Потому что в основном рез происходит на себя, и ты упираешься мизин вот этими двумя пальцами. Вот эти пальцы, они только контролирующие, они не удерживающие нож в этом... в этой работе. Вот, значит, и, собственно, третья особенность этого ножа, это вот маленький-маленький аккуратный грибочек. Потому что это не здоровая вот эта елда, которая принята у финских ножей. Мы старались сделать максимально аккуратненько, чтобы это был именно крючочек для работы на себя. Значит, многие уже начали говорить, что, слушайте, ну это же неудобно, вот этот упор, больно в руку. Ну, я продолжаю всем настойчиво говорить о том, что, друзья мои, большой палец на обухе ножа – это дурной тон. Это неправильно. Не существует ни одного вида работы. Ну, может быть, может быть, если нужно провод какой-то отрезать на столе, ну, может быть, подложить большой палец. Потому что это же все пошло от складных ножей. Складные ножи очень тоненькие, и там тупо руке больно. Поэтому люди подкладывают большой палец, чтобы было не больно. В фиксированных ножах такого нет. Здесь, ну, всегда удобно, если ручка проектирована более-менее под рабочие задачи, то есть гораздо лучше взять его молоточным хватом. Вот этот хват, как бы, очень хороший для точной работы. Может быть, хват за клинок, когда мы делаем что-то очень аккуратненькое. Но вот это вот, это, я, простите, друзья, но я продолжаю настаивать, это как, так сказать, пить кофе и отставлять мизинчик. Это приблизительно то же самое. Вот, поэтому... И самое интересное в этом ноже то, что это фултанг. Это фултанг, потому что предполагалось, что это единственный нож, который мы берем с собой на ходовую охоту, и он должен, в случае чего, он должен мочь. Здесь, естественно, очень тоненькая линза. Это достаточно деликатный нож, и он призван именно, знаешь, как это Бёрден Траут модели под тоненькие работы, какие-то аккуратные, но мы его сделали специально, постарались сделать в исполнении 3 мм толщина обуха с тем, чтобы он мог, если вдруг это будет необходимо. Вот такая вот история этого ножа. И, слушай, ну, я вот честно с этой лапушкой, я уже с июля месяца с ней лазаю, то я свою покажу, если не против. Вот сколько мы с тобой взвешивали на весах, да? 77,7. Друзья, 77,7, три семерки. 77 грамм весит вот этот мой нож. Он единственное, что сделано у нас, вот не удалось. Делали все достаточно быстро. Вот надо было к выставке успеть. И не успели нашлифовать всякой разной стали. Поэтому вот все, что удалось найти быстро в 3 мм, это, естественно, наше Х-12 МФТМО от Володь Герасима. Вот этот нож делается. И нужна была, естественно, хорошая нержавейка. Ну, вот единственное, что смогли найти, М390. Ну, в общем-то, нормально так нашли. Слушай, я думаю, что, ну, по крайней мере, вот видишь, мой нож, вот этот, он сделан из М390, с тем, чтобы потестировать, посмотреть, как она себя будет вести в реальных задачах там леса и туризма. Потому что, на мой взгляд, это, наверное, не самый идеальный вариант. Но я хочу сказать, что я вот достаточно жестко уже с этим ножом поработал. И он целый. То есть, он не сломался. А, как мы знаем, режущие свойства М390 достаточно высоки. Ну, опять же, нам это по термообработку делает Сергей Буров. И мы всегда его просим. Серег, чуть-чуть в прочность. Чуть-чуть в прочность. Слушай, а по поводу вообще в целом железа. В чем будет еще выпускаться? То есть, М390, окей, вижу, у меня вот тоже в руках М390. Ну, мы кастомы старались сделать из более дорогой железки. А стандартики, ну, по умолчанию, они идут в чуть более простой железяке. Ну, смотри, мы, в принципе, никогда не старались там гнаться за разнообразием. Есть там группа сталей прочных. Есть группа сталей износостойких. Есть группа сталей универсальных. Вот мы просто из каждой из этих групп выбираем то, что у нас сейчас доступно нам, и это используем. Соответственно, из групп там прочной стали, это, естественно, CPM3V. Это лидер, это самая прочная сталь в мире. Сейчас у нас появился магнокат. Это фактически, ну, то есть, сталь в этой же группе самых прочных, но она при этом еще и не ржавейка. С точки зрения универсальных стали, это, конечно, Элмакс. Прям абсолютно сбалансирован он по всем своим параметрам. И по цене, кстати, тоже. И с точки зрения стали резучих, стали охотничьих, стали износостойких, это цепи МС-90V. Плюс к этому у нас есть, ну, это стали дорогие, все равно порошковые. И с тем, чтобы компенсировать там все возможные запросы, у нас есть, естественно, Х-12МФ ТМО Герасимова, которая подразумевает, ну, что-то близкое к прочным сталям. И у нас есть, ну, мы ее называем H-CSS, High Carbon Stainless Steel. Ну, фактически, можно говорить, что это аналог ВГ-10. Это недорогая нержавейка. То есть у нас есть недорогая прочная сталь, у нас и очень хорошо режущая. У нас есть недорогая нержавейка, и у нас есть целый набор порошков. Все эти стали, они будут доступны в этих ножах. Но на сегодня мы работаем над толщиной, потому что приходится, ну, сложно заказать стали в 3 мм. Поэтому приходится, там, мы берем сталь 3,5 мм и ее шлифуем до 3 мм. Вот. А с точки зрения Хулигана все стали доступны, потому что он сделан из стандартной нашей стали, там, 3,7-3,9 мм. Вот. Давай подробнее теперь немножечко про Хулигана. Откуда вообще появился вот этот нож? Откуда взялась вот эта вот геометрия? Потому что это что-то максимально знакомое. Ну, ты знаешь, ты не первый, кто заметил. Буквально было 2, наверное, или 3 человека, которые обратили внимание, что это хладной нож. Это, собственно, такая там была смешная очень история. Но фактически это первый цех. Это первый цех. И, ну, мы позвонили Антону, спросили у него разрешение. Я понимаю, что ему это, может быть, там, не очень приятно. Но для меня было важно попробовать бои. Попробовать бои, посмотреть, что это такое, как с этим работать. И, естественно, для нас это будет только некий, там, стартовый этап. И дальше мы пойдем. Уже есть огромное количество идей, как это можно развить. Увеличить, уширить, удлинить, утяжелить, изменить баланс. То есть, это была вот стартовая точка. И я позвонил Антону, спросил разрешение. Он мне любезно сказал, да, делай, конечно, что хочешь. Это было мне очень приятно. То есть, это вот скопированный складень первого цеха. И это совершенно фантастический нож оказался под овощной хват. То есть, когда мы делаем какую-то тонкую работу, вот этим овощным хватом ножа, это грибы, овощи. Опять же, здесь очень интересно реализована режущая кромка. То есть, вот эти вот охотничьи истории на маленькой дичи. Великолепно работает нож. Ну, то есть, в боу и есть свои смыслы. И этим стоит заниматься, стоит пробовать. И смотрится это очень так хично, современно. Ну, в общем, это что-то новое для нас. Слушай, я вот смотрю, не могу понять. Это все-таки подлинзовано, или же это все-таки прямые спуски? Нет, нет, нет. Это очень-очень тоненькая линза в ноль. То есть, это, естественно, линейки у тебя нет. Можно самый простой вариант взять линейку, положить и покатать ее по клиночку. Ну, вот на блике света, вот если ты сейчас в монитор посмотришь, в принципе, на блике света видно, да, что это... Это очень тоненько, сейчас модно, знаешь, там это вот на стол, проводи, то есть, если ты вот проведешь по краю стола, ты увидишь, как играет кромочка. То есть, это прям скальпель. Это прям скальпель. Этот нож не стоит нагружать там серьезным строганием сучков березы, например. Это именно точный инструмент. Вот, ну вот, снять шкурку с перепела и не тронуть подкожный жир вот у него. Вот это вот, вот это вот прям инструмент номер один. И несмотря на то, что, то есть, специально здесь сделан обувь 4 миллиметра, потому что нужно обеспечить, ну вот, жесткость клинку. То есть, это прям вот его хребет. Это вот одна из особенностей этого ножа. То есть, это тончайшее сведение в ноль. Прям очень-очень пологая линзочка, фантастически она, естественно, режет. Но обувь оставлен 4 миллиметра. Во-первых, это дает ощущение ножа. Это, ну, как бы, это там не шутка юмора. Это серьезный ножик. И это дает жесткость всей конструкции. Поэтому вот этот нож, он изготавливается из стали толщиной 4 миллиметра. Вот этот нож мы стараемся делать из трешки, но все равно получается там 3 и меньше. То есть, там 2,7-3. Ну, естественно, нам интересно делать. Знаешь, вообще, честно я тебе скажу, вот честно тебе, вот положа руку на сердце, все это фигня, что я говорю. Потому что, ну, была и есть такая компания, которая называется Маланика. Видел, наверное, или Маланика, я не знаю, как правильно. Нет, не видел никогда. Ну, это не так, чтобы это прям компания. Это просто, ну, один человек, один мастер, который делает совершенно фантастические сексуальные финночки. Вот, понимаешь, ее, вот ты их когда видишь там на фотографиях, ты прям, у тебя слюна течет. Вот ты прям понимаешь, что тебе такой нож, он прям вот-вот просто необходим. И, ну, была задача сделать то же самое. То есть, была задача сделать лядечку, понимаешь, вот нож, который, он уже где-то переходит в разряд, ну, может быть, экспонатов. Хотя, пожалуйста, мы вот стандартики самые простые сделаем с огромным удовольствием. Ну, вот, понимаешь, вот эти вот маленькие вкусненькие ножи, которые ты можешь носить с собой, которые всегда, ну, являются настоящим спутником. И ты можешь эту историю, там, передавать по наследству. И ты можешь гордиться этим. Вот это вот хотелось. И хотелось, чтобы, понимаешь, здесь, ну, то есть, вариантов много, да. Видишь, они все в наших обычных исполнениях. Есть стандартные исполнения, есть штучные исполнения. И мы это все делаем с удовольствием. Что пожелает душа? Кому-то нужен просто рабочий нож, вот как мне. Хотя для меня это, ну, честно, вот это такое тепло. Вот это такая вот... Знаешь, это, ну, это повод остановиться. Вот сейчас, ну, мало кто занимается бильярдом, мало кто занимается шахматами. Потому что вот эта иллюзорная скорость, куда-то постоянно бежать, нестись. Вот эта штука, она притормаживает. Вот ты ее берешь в руки, и, знаешь, вот, ну, такие мураши вот по спине бегут. Вот настолько приятно, спокойно. Вот такая задача была в этом нажиме. Слушай, ну, вот я насколько помню, может быть, я могу ошибаться, но мне казалось, что ты к финкам всегда был очень равнодушен. Ну, к финкам я действительно равнодушен, потому что они мне кажутся совершенно неудобными. Ну, то есть, вот прям вообще неудобными. Ну, вот есть эти стандартные, там, розалии, есть эти, как они... Ахти. Ахти, фигахти, вот эти. Ну, во-первых, это сделано у Бога. Во-вторых, это сделано из, ну, простите, из г... И вот как-то оно, ну, невкусно. А вот есть Маланика, понимаешь, и вот вещь. Вот мне хотелось немножко рядом постоять, сделать нечто подобное. Ну, вот вкратце по, там, истории, там, появлению этих ножей, по деталям, вот как-то так. По названиям. Почему Лапушка, почему Хулиган? Ну, видишь, Лапушка. Ну, то есть, это... Лапуа, да, это очень известный финский производитель патронов. Всемирно известный, великолепный Лапуа. То есть, относится к чему-то финскому. Ну, вот у меня там Лапушка, Опушка, Душка. Вот это какие-то, ну, такие... Ну, потому что, ну, Лапушка же. Ну, есть, конечно, более, там, вульгарная Лялечка, но это же Лапушка. Ну, понимаешь, вот с этим ножом, на мой взгляд, с ним, ну, с ним, как с хорошей книгой, никогда не скучно будет. То есть, это нож, который вот... Он даже просто в руке у тебя лежит, кайф тебе дает. А когда ты идешь, им работаешь, да, там, просто палочку построгаю. Я иду с собакой гуляю, я там палочку построгаю, ну, какую-то там еду какую-то порезать, лесочку, рыбку почистить. Обух здесь, как всегда, острый, отличная рыбочистка. Там, ну, я не знаю, пошел в лес вечером погулять, там, пару рябчиков добыл, вот этих рябчиков быстренько пошкурил, пришел, там, ну, что-то вот... Ну, что-то родное такое, теплое, лесное. Поэтому лапушка. И рядом с этим хулиган. И здесь, да, 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 и здесь, обрати внимание, на гравировочке это маленькая лодочка. Я уже обратил. Ну, потому что, представляешь, вот, ну, лесное озеро. Ты там вычеркиваешь воду из этой лодочки, выплываешь, спиннинг, щучку поймал, эту щучку почистил тут же. Ну, вот к чему-то такому, понимаешь? Вообще, ну, мы же как? Мы говорим о том, что это... Ну, вот как, есть там, есть слово, да, а есть музыка слова. А вот есть нож, а есть музыка ножа. То есть, мало того, что нож... Ведь что такое хороший нож, да? Это же, ну, то есть, это какой-то график, там, я не знаю, красоты ножа и график его функциональности. И вот чем выше точка, в которой они встречаются, тем лучше нож. И вот хотелось, чтобы не только функциональность была, но было еще вот что-то, вот, что-то музыкальное, что-то поэтическое, что-то, ну, что-то для души. Вот, вот поэтому лапушкой. Вот ты сейчас говорил, я придумал уже название к этому ролику, которое будет, когда он выйдет. Поскольку у тебя на клинке, на последнем стенд был... Библиотека, да. Видео будет называться «Повесть о лапушке и хулигане». Ну, отлично, замечательно, ну, великолепно. Слушай, ну, правда, вот люди сейчас так мало читают. Это так, мы просто в свое время, когда у нас не было интерната, ну, ютюба, будем так говорить, блин, слушай, мы так много читали в детстве. Это было так увлекательно, это, понимаешь, когда-то в запой вот эту книгу. Ну, сейчас сериалы так же смотрят, но ничего не меняется. Не, ну, книгу ничто не заменит. Ну, хорошо, и дальше идет хулиган. Навстречу хулиган, ну, то есть... Причем слово «хулиган» здесь написано неправильно. Здесь правильно написано. А, то есть это хорошо, да? Здесь написано правильно, значит, слово «хулиган». На самом деле здесь нет слова «хулиган». Здесь есть два слова. Какие, я думаю, зрители догадаются. Догадаются, догадаются, и в дословном переводе это значит, там, как бы, ну, а «хулиган, если нет ножа». То есть, какой смысл в ружье, если у тебя нет ножа? Ну, ну, да, будешь ты здесь, да что с ней делать-то будешь? Ты будешь зубами грызть. То есть, неотъемлемая вещь любого, там, человека, который владеет оружием, это нож. Ну, это все знают, мы просто это подчеркиваем. Поэтому здесь два слова, которые обозначают вот необходимость ножа. То есть, какой смысл в ружье, если у тебя нет ножа? Ну, и поскольку нож очень деликатный, он очень тоненько сведен, он очень точный, он, понимаешь, вот этот вот исключительный скальпельный рез, то здесь ассоциация с точной пулевой стрельбой. Сейчас очень развивается это направление, и даже, представляешь, начали вояки допускать на снайперские соревнования гражданских. С тем, чтобы вот развивать это направление, двигать его, сейчас снова становится популярна малокалиберная винтовка очень. А я, ну, я фанат малокалиберной винтовки. Ну, потому что я в основном на птицу охочусь, и для меня это, ну, это свой кайф. Вот, поэтому хулиган, у него хулиганский вид, у него заложено что-то чуть более интересное в названии, и, ну, в моем понимании, это вот относит нас к какой-то вот точной стрельбе. Не просто там из ружья там поедем, по попугаям, а вот точный выстрел на дальнюю дистанцию. Это очень интересно. Вот. Слушай, такой вопрос тебе, наверное, немного на будущее еще, да? То есть, у тебя же, помимо того, что есть кастомные исполнения, есть у тебя, собственно, базовые исполнения, стандартные. У тебя же есть еще и серия русских характеров. Русский характер, да. Вот оно в русском характере планируется? Слушай, честно тебе скажу, что я очень хочу, чтобы весь модельный ряд был сделан в русском характере. Но, к сожалению, мы столкнулись с большими проблемами, когда ты, ну, это, в принципе, вообще ж... Работать с ухими поставщиками. Потому что он сегодня хочет работать, завтра он не хочет работать. Я говорю, давай, скорее, срочно надо вот это. Он говорит, ну, там, через пару месяцев займусь. Ну, как это так-то? Ну, либо мы работаем, либо мы не работаем. Вот. Поэтому приходится в последнее время мы вкладываем максимальные усилия в то, чтобы я там учиться пошел в очередной раз, с тем, чтобы пресс-форму делать самостоятельно. Вот. На это требуется небольшое время. Уже первые успехи есть. И мы, кстати, на клинок уже привозили, будем так говорить, рестайлинг нашего хедлайнера. Это вот поиндер-магнум в русском характере. Он полностью переработан. Мы нашли все ошибки. Мы их устранили, потому что там... Ну, мы ножей 200 поменяли. Трещинки были. И мы меняли, естественно, без всяких доплат и всего остального. Даже, ну, доставку старались за свой счет всегда оплачивать. С тем, чтобы люди не жалели. И мы на этом учились, и мы научились. То есть полностью переработана пресс-форма, полностью переработан конструктив ножа. Хотя внешне все осталось почти то же самое. Появился винт сквозной. То есть это не наклеенные, там, декоративные элементы. Это, теперь сказал, сквозной винт. Поэтому мы учимся, мы развиваемся. Это дело оказалось очень непростое. Ну, и опять же я повторю, что, друзья мои, такого в мире никто никогда не делал. То есть вот залить ручку из плотного, твердого АБС-пластика, такого не делал в мире никто никогда, потому что это невозможно. Ну, потому что у тебя коэффициент расширения пластика один, коэффициент расширения, там, стали другой. И, то есть, либо это накладки были всегда, либо это была, ну, этот самый оконный утеплитель. Вот это резиновая, как бы, штуковина. Вот. Мы добились достаточно серьезных успехов. И вот сейчас учимся проектировать и делать пресс-форму самостоятельно, с тем, чтобы, ну, не зависеть от сторонних производителей. Потому что это очень долгая, получается, история, да еще и с неизвестным, будем так говорить, концом. Потому что бывает, что приезжает тебе пресс-форма, а она сделана неправильно. Ну, там, ну, то есть люди просто перепутали. А на это потрачено, там, 3-4 месяца. И че? Вот. Поэтому эта история непростая. Я очень хочу, чтобы все вот, и это, в том числе, было тоже в русском характере. То есть у нас 3 градации. Это вот, ну, нижний мне не нравится слово, знаешь, там, нижний сегмент. Это рабочие ножи. Это ножи из чуть более интересных материалов, средний сегмент. И верхний сегмент. Хотя, опять же, я не считаю, вот, что мы делаем, это там топом каким-то. Здесь все достаточно просто, понятно. И, ну, вот мы сейчас там Широгорова с тобой вертели, да? Ну, то есть разница есть. Разница есть. Мы не стараемся делать на 5. Мы стараемся, чтобы люди там без серьезного ущерба для бюджета могли приобрести, ну, слушайте, красивую, интересную вещь. Ну, это же приятно пользоваться таким ножом. Слушай, вот ты заговорил про красивые вещи, про ножны. Про ножны. Вот тут, я просто покажу в камеру, это вот ножны от лапушки, да, от финки. Вот как это сделано? Опять же, это вот абсолютно узнаваемый стиль твой, да, даже в ножнах. Ну, да, здесь вот я хочу сказать сразу, что, друзья, мы там, когда выпускаем какую-то новую модель, там, на первых, наверное, 100 ножах, мы стараемся написать слово прототип. Потому что все равно, как ни крути, ну, как я всегда говорил, пока ты не сделаешь 100 ножей, в общем-то, ты, ну, мастером себя не называй. То есть пока не сделаем там порядка 100 ножей хотя бы, да, каждой модели, вот идет обкатка, отработка технологий. И вот смотрите, то есть вот это вот был первоисточник, который мы придумали. Здесь, видите, все прошло, но это сделано руками, это сделано полностью вручную. А вот здесь мы идем уже по пути, ну, некой автоматизации, чтобы это было там, потому что, ну, это ценник совершенно другой, потому что это, ну, это ручная работа мастера. Здесь уже есть упрощение, допущение, но сама конструкция, ну, вы обратите внимание, какая. То есть это финский тип ножен, без каких-либо вкладышей, потому что все обеспечивается за счет нашей жесткой кожи, вот безопасность там при падении. Это сделано из единого куска кожи, ну, там, хорошо, из двух кусков кожи. Но, слушайте, ну, честно, такого в мире не делал никто. Ну, правда. Вот такого не делал никто и никогда. Есть похожие там уразели, еще где-то у них есть похожие истории, но там все равно там вкладыш стоит, потому что это сделано из тоненькой кожи. А это нормальная четверочка такая. Это жестко, твердо, и смотрится, ну, вот здесь мой нож. Ну, смотрите, какая прелесть. Ну, это же круто. И вот здесь мы тоже сейчас отрабатываем технологии, вот это вот уже, ну, фактически потоковое наше производство. Это прям вот финский нож, я не знаю, красный лайнер. Давай, наверное, вот этот, наверное, вот этот. По идее, они с ланирочками должны быть. Ну, посмотрите, как смотрится. Ну, это же вещь. И здесь, соответственно, реализовано отверстие, которое можно... Шейное ношение, пожалуйста. Потому что вот этот нож, например, мой, это второй нож в нашей истории, который мы в стандартном исполнении предлагаем либо из Мегхарты, либо из Палисандра ручку. Именно с тем, чтобы... Сколько он? 77 грамм, да, мы взвешиваем? 77 грамм. То есть, вот эту штуку носить на шее, ну, прям одно удовольствие. Ну, тут еще, кстати, вот тоже мы не сказали, по-моему. Нужно сказать, что вот 77,7, это именно что вот твой в Палисандре. Да, конечно. Конечно, остальные ножи, они тяжелее. Они тяжелее, у них немножко другой баланс. То есть, даже вот, где у нас стандартик? Вот, смотрите. Кстати, на лапшку есть два типа ножен, потому что вот эта штука, она может кому-то не понравится. Хотя я вот с ней уже давно и не расстаюсь. Пожалуйста, классика. Пожалуйста, классика. И смотрится это великолепно. Здесь пиночек прячется вот под этой штукой. То есть, прям классические ножны под финский нож. Но мы решили загнуть немножко кончик тоже, чтобы было созвучно. Ножный нож. Так что, пожалуйста, классика, если вот эта вещь не нравится. Но здесь вот это единственный нож... Не, не единственный, второй наш нож, чоппер еще был. Где мы можем предложить стандартам исполнения ручку из палисандра. Палисандр это очень благодатное дерево. Ввиду того, что оно пропитано, как аэронгут. Оно пропитано смолами, там, всякими... Вот этой всей ерундой. Вот прям его термиты не жрут. И оно не гниет. И оно не очень сильно впитывает влагу. И плюс у палисандра есть еще какой, что да, он дышит. Он же не стабилизированный дерево, он не стабилизируется. Он может дышать, он может там чуть сужаться, чуть расширяться. Но он никогда, ни при каких условиях, он не коробится. То есть, плашки никогда не отрываются от стали. То есть, он... Там внутренних напряжений вообще никаких нет. Ну, с Айронвудом очень редко такое бывает. С карелкой такое бывает, прям бывает. А вот с палисандром, то есть, ему, в общем-то, все пофигу. Поэтому это очень... И он очень легкий. Вот именно поэтому мы предложили. Потому что вот эти вот два ножа, вот этот стандарт, и вот этот стандарт. Грубо говоря, там, ну, один и тот же ценник у ножей. Но у этого ощущения одни. И я бы не сказал, что они как-то хуже. А вот от этого ощущения другие. И вот этот, ну, по большому счету, два разных ножа. Слушай, ну, палисандр, он просто все равно будет более теплый. Ну, естественно, естественно. Вот, то есть, Микарта, она, несмотря на то, что она, в принципе, тоже довольно теплая. Теплопроводность идентичная. Но все равно Микарта, она как-то больше какое-то ощущение пластика, что ли, дает. И баланс, и баланс меняется у ножа. Да, и баланс меняется. Ну, многим, многим, многим вот это нравится с Микарты. Вот, правда. Я, честно, мы закупили много палисандра, и прям с удовольствием будем делать вот эти вот ножи. Вот в этом исполнении, это самое там, ну, про простое исполнение. Ну, кайф же, ну, 77 грамм. Я всем говорил, 80, оказалось 77. Вот, и, соответственно, под лапушку два типа ножен. Хотите финского типа, вот такие вот хитрые в нашей интерпретации. И здесь, соответственно, в финских ножнах у них либо подвес шейный, либо подвес за вот это кольцо, прямо вот на хлястик, как это правильно называется, вот ременной хлястик, который на брюках есть. Либо сюда можно сделать обычный наш подвес, кому как нравится. То есть, люди пониже ростом, как я, предпочитают с колечком. Люди повыше ростом предпочитают там с подвесиком. Ну, а самая правильная ночь на шее. Вот. Ну, а с точки зрения хулигана, здесь все немножко попроще. Здесь просто, да, вот здесь вот прям покажи. Ну, просто, просто покорожные ножны. Ну, просто покорожные, да, классические. Потому что, видишь, так история, ну, опять же, как они классические? Не классические, это интегральные ножны. Видишь, они сделаны тоже достаточно хитрые с тем, чтобы максимально убрать объем. То есть, это не наша классика, когда из одного куска заворачивается. Здесь это собрано из нескольких деталей. Ну, потому что модно. Вот сейчас это современно, это модно. И нож достаточно модный, современный. Поэтому вот решили пока так. Потому что, ну, вот в этом зеленом исполнении, это, конечно, прям, это вот эта вещь ярко. Мы сейчас работаем еще над тем, ну, это работа долго, это оказалось задача непростой, системно делать сборные плашки. Комбинировать дерево с искусственными материалами. Вот. Ну, вроде сейчас с одним очень известным мастером договорились, он будет для нас сделать, будем пробовать. Потому что вот в исполнении с комбинированными плашками вот эти оба ножа, это просто... У меня, к сожалению, я с собой не принес, но мы сделали вот там пару штук. Это просто отвал башки. То есть у Финки, у нее же оковка есть, вот, по сих пор обычно. И вот эту оковку делаешь из дерева, а дальше у тебя идет какая-то интересная, там, вот, Джудуэ, например, Микарта. Это просто отвал башки, это нашли, фантастической красоты получаются. И, ну, вот. Слушай, ну, а так вот, если... Уж про эти новинки мы поговорили, а что у тебя вообще в планах еще на будущее? Может быть, какие-то... То есть я просто почему спрашиваю, потому что, ну, давай откровенно, да, раньше ты говорил, что только сканди, потом ты резко сделал линзу. Ну, мы с тобой говорили, что я мечтаю создать охотничий нож. Ну, да. Мы его создали, ну... Вот, потом, насколько я говорю, я помню, что ты не фанат финок, потом от тебя выходит финка. Вот, что будет дальше, Кирилл? Ну, то есть ты постоянно говоришь, что ты не любишь сквадни. Что нам теперь от тебя еще и сквадень ждать? Слушай, ну, я привыкаю к этой истории. На самом деле складной нож на кармане – это неплохо, как меня вот научило и лето тоже, потому что у меня хулиган был в сложном состоянии, как бы, ну, там, всегда со мной. И мысли есть, мысли есть. Просто, понимаешь, надо было поставить какую-то вот жирную, красивую точку с этими большими ножами. И этой жирной точкой у нас был стюарт. И мы это сделали, мы... Нож – бомба, ну, он феноменален, реально. И, ну, уже наигрались большими, уже хочется чего-то вот более душевного. Все более душевное получилось. Я очень горжусь. Ну, мне особенно, мне честно, мне особенно нравится лапушка. Я такой, я ретроград, знаешь, я вот туда как-то в прошлое, в спокойствие, в шахматы, в бильярд, в лес. Вот все современные вот эти вот городские истории, они мне как-то не очень, ну, тоже очень здорово получилось. Но вот это наше будущее. То есть мы сейчас в первую очередь будем играться вот с хулиганом. И что-то из этого... То есть там есть несколько направлений, куда можно двинуться. Поэтому в какое-то ближайшее время у нас очень много внутренних изменений различных. Ну, они не особо интересны зрителю. Это наша внутренняя история. Мы там стараемся становиться лучше, стараемся становиться более точными. У нас по русскому характеру идет много работы. Вот. Поэтому складень... Ну, слушай, да не знаю, я пока насчет складня. Я не очень... Я хожу, вот где мой комплект, вот мой комплект на сегодня. Я папу даже снял с пояса. Я вот по городу с такой штукой хожу. Нормально, мне нравится. Ну, народ эпатирует немножко. Ну, это их проблемы же, правильно? Поэтому поиграемся в сторону боу. Посмотрим, что из этого можно вытянуть, выжать. Интересная тема. Слушай, ты, кстати, вот сейчас напомнил про Майка Стюарта. Вообще, в целом, вот Стюарт вызвал какое-то огромное бурление всего и вся, разного рода и состава субстанций. Причем, в том числе, в футболке самого Майка Стюарта. Да, вот, да. И как раз об этом я тебя хочу спросить. Ты стертал в итоге нож-то, отправил с бутылкой водки, как ты завещал, когда мы снимали прошлый день. Слушай, ну, мы работаем над этим, потому что там сейчас проблемы с доставкой. Проблемы, на самом деле, с доставкой не от нас к ним, а проблемы с доставкой, когда посылки из России приезжают в Америку, вот там начинаются проблемы. Но Майк сказал, что... А, то есть, реакция от него... Да, реакция от него была. Ему показывали, кстати, вот, ну, наш ролик с Резать Руб. Никакие другие, именно этот ролик. И он сказал, что, пацаны, слушайте, я все понимаю, как бы вопросов нету. И как только закончится вся вот эта вот история нехорошая, я очень жду свой пузырь. И я жду, говорит, свой нож. И, ну, это будет там, типа, один из немногих людей, который скопировал мой нож и хоть что-то мне за это дал. Потому что я, говорит, в свое время Лавлису заплатил там 10 тысяч долларов за то, чтобы выпускать его модели. Кто-то там еще Лавлису заплатил 8 тысяч долларов, чтобы выпускать модели. А вот тому придурку Лавлис просто подарил свои рисунки. И мы там все на него злые, короче. Ну, то есть, все прекрасно понимают, что запатентовать нож нельзя. Это невозможно. Вот с точки зрения юридического права, ну, не получится этого сделать. И Майк это понимает. И он прекрасно понимает, что он там даже называл какое-то количество. Ну, это есть у него на фиге, там вся переписка, кому интересно, можете почитать. Но мне понравилось самое главное другое. Что один из людей, который в переписке участвовал, он написал, что, типа, ну, пацаны, пацаны, погодите, погодите. А вдруг он так же неплох, как Широгоров. Вот это было, вот это было прям. Ну, то есть, люди все равно думают, и это приятно. Это приятно, потому что все равно в Россию поставок никаких быть не может этого ножа. А нож это бомбичный. Нож бомбичный. Ну, мы его сделали, конечно, еще лучше. Майк, не обижайся, правда. Мы его чуть-чуть улучшили. Но ты его, когда получишь уроки, попробуешь, пощупаешь. И, ну, я надеюсь, тебе будет не стыдно за то, что на этом произведении, изделием, мне не поднимается рука, назвать, ну, твоя фотография и твое имя. Я думаю, тебе будет не стыдно, ты будешь этим гордиться. Нам бы этого очень хотелось, по крайней мере. Ну, а мне бы очень хотелось, чтобы ты, Кирюх, и дальше развивался, дальше становился все лучше, лучше и лучше. Вот. И когда-нибудь в итоге создал бы... Стал бы так же неплох, как Широгоров. Нет, создал бы действительно что-то такое, что вот... Хочется. Вот от чего бы просто, знаешь, чтобы не требовало слов. Знаешь, вот такой нож, который слов бы, в принципе, не требовал. Ну, это, наверное, мечта. Это мечта, но это мечта, к которой надо стремиться. Конечно, хочется, ну, то есть, опять же, создать что-то, что-то создать, не попробовав, не скопировав, не пропустив через себя. Наверное, сложно. Наверное, нельзя. Слушай, ну, я так понимаю, что, в принципе, большинство ножевых мастеров, да, находится в такой, в определенной гонке с самими собой за каким-то идеальным ножом. Вот, наверное, гонку эту выиграть нельзя, но можно только пожелать прийти к чему-то такому, что, вот, действительно, не будет требовать каких-то объяснений, слов, там, вот это все. Знаешь, мне тут недавно понравилось выражение, это, ну, это вот про людей, занимающихся спортом, и говорят, что это так глупо тратить здоровье на здоровье. Вот, мне кажется, что с ножами – это тот случай, когда это не глупо. Вот, даже просто работая, там, каждый день, вот, там, с металлом, с материалами, со сталью, вот, ты уже делаешь что-то правильно. Вот, а потом, ну, хорошо, когда все находятся на своем месте. Вот, кто-то посвятил свою жизнь спорту, кто-то посвятил, там, чему-то другому, кто-то посвятил ножам. Ну, и дай бог, чтобы у каждого человека была, вот, в жизни вещь, которой бы он посвятил свою жизнь, да и, ну, как бы, хватает на жизнь, и хорошо. Ну, ну, не всем же, как бы, ну, на Майорку на выходные летать. Можно быть счастливым и от того, что ты занимаешься любимым делом. И вот дай бог, чтобы у каждого было, потому что я, ну, я на своем месте, мне хорошо, мне нравится, я готов этим спортом заниматься до конца жизни. Понимаешь, я ни фиг знает, каких я результатов, вот, там, добьюсь. Но это, ну, ты просыпаешься, иди кайфово, ты засыпаешь, и ты не можешь заснуть, потому что куча идей, а вот это, вот так, вот это. Вот это самый кайф. А уж что там в результате будет. Ну, наверное, что-то хорошее. Когда делаешь все правильно, все и получится правильно. Я так считаю. Ну, я предлагаю на этом, наверное, на сегодня и закончить. Спасибо тебе большое. Спасибо, как всегда, призвать рушь, что позвали, не прогнали, дали поговорить, рассказать. Ну, надеюсь, какие-то детали мы раскрыли, потому что это прям вот было сделано, прям горячие пирожки. Никто ничего про них не знает. В общем, друзья, если есть какие-то вопросы, сами знаете, куда их направлять. Вот там вот внизу под видео есть строчечка для комментариев. Пишите, задавайте вопросы. Обязательно Кирилл еще не раз позовел. Я не читаю комментарии, поэтому, Володя, задавайте вопросы. Я комментарии не читаю никогда. Я буду переадресовывать и задавать тогда лично. Ну, а на сегодня все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Спасибо большое. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok